Итоги прошедшей недели подведены в администрации. О них доложили представители оперативных служб и органов власти. Оперативная обстановка в округе, вопросы пожарной безопасности и работа системы ЖКХ стали основными темами совещания. За прошедшую неделю межмуниципального управления Люберецка было 1850 обращений граждан. По данному обращению возбуждены 37 уголовных дел, из них 33 раскрыты по горячим следам. Также было 102 ДТП, из них 5 с пострадавшими. Такой выдалась неделя у люберецких стражей порядка. Кроме того, полицейские работали на месте пожара в детском саду, который произошел 5 октября. Горение крыльца детского сада номер 77 по адресу 1-й Панковский проезд, дом 8. Клощадь пожара составила 4 квадратных метра. Пожар удалось быстро ликвидировать. В результате пожара пострадавших нет. По информации дознавателя, пожар произошел из-за незатушенной сигареты, которую то ли охранник, то ли проходивший мимо гражданин выбросил. Всего же за минувшую неделю огнеборцы ликвидировали 5 возгораний и осуществили 35 выездов по сигналу тревоги. В штатном режиме работают службы ЖКХ Люберецкого округа. 30 сентября завершены работы по пуску тепла, а топительный период проходит без технологических нарушений. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2019 году запланирован в объеме 125 МКД. В настоящее время полностью выполнен ремонт в 44-х многоквартирных домах из 125-ти. Работа по ремонту кровли выполнена в 26-ти многоквартирных домах из 49-ти. В работе находится 23-м многоквартирных дома. В округе ежедневно велась очистка дорог и тротуаров от мусора. Для этого задействовали 33 единицы спецтехники и 75 рабочих. Кроме того, проводилась уборка остановок общественного транспорта, заездных карманов и подземных переходов. Рабочие вывезли 190 кубометров мусора. За минувшую неделю выполнен ямочный ремонт на улице Преображенская инициативная у дома 7 и Толстого дома номер 8. На улице 3-й почтового отделения продолжаются работы по ремонту тротуаров. Также на совещании стало известно, что благоустройство звуковой улицы выполнено на 75%. Завершатся работы 31 октября. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.